Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня мы играем в киналочку на сервере Мазин Холиплей, первый сервер, у них здесь Кирилл Путбуль, не забывайте идти, у них при регистрации. Итак, чуваки, по новой зоне ролика, возможно, вы догадались, либо по превью, то, что я вернул свой любимый легендарный дом, но что это за дом, поймут только, наверное, старички, те, кто смотрят уже меня больше года, те поймут, что всё-таки это за дом, почему он мне так нравится, я вам сам, в принципе, могу рассказать, но я и так рассказывал, это мой любимый дом, дом моей мечты, так сказать, И я всё-таки его купил. Я этим домом, понимаете, уже владею, получается, третий раз, третий раз я уже владею этим домом, на протяжении, наверное, года уже владею этим домом, уже третий раз, понимаете, третий раз. Постоянно он от меня уходит, но постоянно он ко мне и возвращается, это очень круто, но перед тем, как я вам всё расскажу и покажу, я хочу сказать большое спасибо вот этим парням, вы сейчас видите скриншот на экранах своих, да. Вот эти парни очень помогают Фоме, большое им за это спасибо, просто каждому, кто себя здесь видит. Такие чуваки реально нам нужны Фоме. И некоторые информации будут насчёт именно Фомы, то, что, пацаны, будет чистка, происходит чистка, на протяжении уже второй день я провожу чистку, короче, людей, которые, во-первых, не активят, во-вторых, которые ради машин, которые разбивают машины, которые неадекватные, их я тоже выгоняю. И третье, это те, кто вообще не помогают Фоме хоть как-то, таких я тоже выгоняю. С чем это связано? Во-первых, потому что хочется чисто, чтобы семья была нормальная, своя, чтобы не было лишних людей, неадекватных, корыстных, там, и так далее. Не хочется, чтобы у нас были такие люди. У нас в Фоме было 200 плюс человек, чтобы вы понимали. 200 плюс человек у нас было, а я вот почистил, короче, и стало 128. Было 210, по-моему, если я не ошибаюсь. Пока что наборы, пацаны, закрыты на... Наверное, на недельку закрыты я, потому что очень трудно чистить людей, я вам скажу, на самом деле. Это очень трудно. Поэтому, да, пока что будут наборы закрыты. Смотрите, как надо делать, чтобы чистить. Смотрите, вы нажимаете в фоменю, заходите в управление членами семьи, там, выбираете. Если любого игрока пишите, смотрите информацию, и смотрите, когда он заходил, и потом уже нажимаете назад, уволить. И так потом снова заходите сюда, выбираете, и постоянно этот список обновляется. Пацаны, это очень трудно делать, понимаете, это очень трудно делать. Поэтому, да. Поэтому я буду чистить, короче, там... Так, давайте закроем вот эту хрень. Я буду чистить от людей, короче, которые, я вам сказал, не активят. Которые машины ломают, которые ради машин приходят в фому. Которые корыстные. Которые не помогают фоме. Таких мы будем выгонять. Будем оставлять только нормальных пацанов. И у которых будем, наверное, принимать либо с 10 уровня, либо с 20, пацаны. Не в обиду, но это нужно делать. Потому что мы принимаем низкие уровни. И они, пацаны, просто деньги просят. Фулдят в чат. Тупо катаются. Просят заспать, пацаны, машины. Хотя ни копейки не положили в общак. А за спаун машин снимается, пацаны, 50 тысяч, чтобы вы знали. Это, как бы, немаленькие деньги, если в день спаунить, там, пару раз машины. Это уже круленькая сумма выходит. Поэтому вы сами виноваты, что вы бросаете машины, где попало. Как бы, выходишь с игры, привези машину назад, либо утопи. Нет, вы бросаете, где попало. Разбили машину, и не чините ее даже. Вот это реально бесит просто. Вот этот дом, пацаны. Думаю, вы все его прекрасно знаете. Да, снова он ко мне вернулся. Просто снова он ко мне вернулся. На самом деле, за вот это время, когда они выходили видосики по Мазингу, по-моему, ни один день не выходили видосики. Но я заранее, если что, пацаны, на видосы записываю. Поэтому для вас там видос вышел последний, там, допустим, один день назад. А я его снял два дня назад. Вот такое может быть тоже. Обновился у меня жесткий автопарк. Но об этом я сниму уже отдельный видосик. Пацаны, вы просто охренеете, какой у меня теперь автопарк. Да-да-да. Вы реально просто охренеете. Вот этот дом, это мой дом. Кто не знает, куда я вообще этот дом делал. Сначала я его... Короче, мы хотели купить особняк. Не хватало денег. И мой подписчик, Сурок Путбуль, я попросил его купить у меня этот дом. Он купил его у меня за 4 миллиона. Тем самым помог купить особняк. И еще, кстати, он триляма тогда закинул. Я слил свой бизнес в ВОЗ. Джонни слил монстр в ВОЗ. Короче, ну, вот как-то так. И Сурок его купил, потом он проиграл все деньги в казино. Сурок проиграл все деньги в казино. И слил этот дом в ВОЗ. И потом его какой-то чувак купил, короче, левый. Какой-то чувак его словил. И купил. И потом Джонни, Джонни выкупил этот дом, короче, за 3 миллиона. Джонни купил у этого чувака, который словил этот дом. Либо, я не знаю, это был уже другой владелец. Может, тот человек, кто словил, его перепродал. Это был другой чувак. Я точно не знаю. И Джонни, короче, купил у него этот дом за 3 миллиона. И да, Джонни мне его не подарил. Да, это, ну, как бы, это нормально, что он мне его не подарил. Ну, мы произвели обмен. Какой обмен, пацаны? Я ему отдал свою сим-карту 5 четверок, да. Я ему отдал свою сим-карту 5 четверок, а он мне подарил этот дом. Точнее, ну, мы обменялись. Я ему сим-карту, он мне дом. Мы с ним обменялись. И теперь мой номер, пацаны, это 66 4 тройки, если что. Я думаю, многие этот номер помнят. Тоже старички этот номер должны помнить. 66 4 тройки, пацаны. Вот теперь у меня вот такой вот номер, если что. Поэтому запоминайте, в описании я тоже изменю. Запоминайте вот этот номер. 5 четверок номер, это уже у Джонни он находится. Ну, я на самом деле не жалею, что я отдал номер за дом. Номер я тут покупал за лям с половиной, понимаете? За полтора миллиона, по-моему. Ну, вроде бы так я его покупал. Тут номер 5 четверок. И обменялся на дом, который 3 миллиона стоит. Как бы это нормально, я думаю. Неплохой такой обмен. Джонни знал, что... Вот Джонни хотел у меня вообще изначально купить сим-карту эту. 5 четверок за 3 миллиона. Я не соглашался. Потом он как-то, не знаю, каким-то образом купил этот дом. И он знал, блин, что если он мне предложит поменяться, что я по-любому соглашусь. Потому что я люблю этот дом. Мне он очень нравится. Он здесь один находится, именно на этой стороне. И это круто. Он такой особенный дом. Я вам даже так скажу. Да, есть там оно похожие дома. Но их мало. Вот таких домов реально мало здесь. Вон там есть один дом, по-моему. Так, вот раз. Кстати, где-то тут Джонни живет еще. Он тоже свой дом выкупил. У него тоже этот дом был. Какой именно дом? По-моему, вот этот дом его. Сейчас давайте посмотрим. Что-то видочка, конечно, длиноватенький будет. Но я думаю, ничего страшного. По-моему, вот его дом, кстати. Стоп, по-моему, вот его дом. Так, у него есть выезд? А у него нету, например, выезда. Ну, как и у меня, в принципе. Вот именно таких деревянных домов мало. И, как по мне, этот деревянный дом, он красивее всех. Да, это дом Джонни Прайта. Да, он здесь дом купил недалеко от меня. Это тоже раньше его дом был. Он его продал. И обратно вот выкупил дом. Кстати, он тоже, он продал из ТО, пацаны. Если что, он продал из ТО. Как бы вот его дом рядом. Через два дома от меня, короче. Ну, деревянный дом, мне кажется, лучше смотрится, чем вот этот и белый, и красный. Белый и красный какие-то, ну, такие, знаете себе. А вот деревянный дом очень красиво выглядит. И мне очень нравится. Я очень рад, что ко мне этот дом вернулся, как бы, пацаны. Я без него был, наверное, недели две-три без этого дома. И вот он ко мне вернулся где-то уже два дня назад примерно. Он ко мне вернулся на момент записи этого видео. Ну, скорее всего, я его сегодня выложу. Сегодня у нас вторник, по-моему, да? Так, сейчас ставим, сделаю. Да, сегодня у нас вторник, получается, да? Или понедельник, или вторник. А, сегодня вторник, да, сегодня вторник, короче. И вот, короче, я выкупил этот дом, пацаны. Ну, обменялся, обменялся, обменялся. У меня пополнился автопарк, пацаны, да? Хорошо так пополнился. Поэтому в следующей серии я вам все покажу и расскажу. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok